Всем привет! Меня зовут Алёна Савченко и я ваш преподаватель английского языка. Сегодня мы с вами поговорим о таких интересных словах, которые заканчиваются на букву Y. Это могут быть существительные, а также глаголы. Очень часто мы должны добавлять какие-то окончания. Например, к существительным, к nouns, мы добавляем окончание S и ES, когда мы делаем множественную форму. К глаголам мы добавляем S или ES, когда мы используем present simple, настоящее время. И окончание ED, когда мы используем с вами past simple, прошедшее время. То есть мы сегодня с вами поговорим про вот эти окончания и как меняются слова, которые заканчиваются на букву Y. Давайте посмотрим. Итак, первое, что мы должны запомнить, у нас есть слова, которые заканчиваются на согласную, consonant, и в конце стоит Y. Например, слово body, тело. Видите? Body, D это согласное. Study, D это согласное. Так вот, когда у нас идет согласное и Y, мы должны менять Y на I и тогда добавляем и S. Например, давайте посмотрим. Body, тело. Существительное. Body, body, происходит изменение и мы Y меняем с вами на I, добавляем и S. Next, следующее. Study, учиться. Y мы меняем на I и добавляем и S. Получается studies. В настоящем времени мы скажем he studies, он учится, she studies, она учится. В прошедшем времени мы скажем study, учиться, учился, studied, меняем y на i и добавляем окончание ed, то же самое. Окей, с этим ясно. Но есть и слова, которые заканчиваются на гласную и в конце стоит y. Гласная на английском языке будет vowel. Так вот, когда у нас идет гласная и y, у нас не происходит никаких изменений. Мы просто добавляем наше окончание. Окончание s или ed. Давайте посмотрим. Stay, оставаться. Stays, остается, он остается в настоящем времени. He stays at the hotel, for example. Да, в гостинице, он остается в гостинице. He stays at the hotel. And stayed, добавили просто ed. Он остался в гостинице. He stayed at the hotel. Окей. Play, играть. Плейз, он играет. Например, он играет на гитаре. He plays the guitar. А если он играл на гитаре вчера, будет he played the guitar. Y не меняется, просто добавляет заключение s или ed. И глагол buy, покупать. Байз, он покупает. Он покупает машину каждый год, for example. Например, he buys a car every year. Ничего не меняется, добавляем просто s. В прошедшем времени мы не используем глагол buy, потому что это неправильный глагол. А как мы будем учить неправильные глаголы, я вам расскажу в других видео. Итак, эти два правила нужно запомнить, потому что они используются во всем английском языке. Существительные это глаголы, прошедшее время настоящее. Это правило действительно везде и всегда. Я думаю, у вас все получится. Уверена в этом. Goodbye. See you soon.